Всем привет, я Арстоцкий, а это Crusader Kings 3, и сегодня мы с вами заканчиваем играть за возрожденную Римскую империю и за Василевса Константина VII, принца моды. В предыдущей серии мы восстановили практически все имперские провинции, и сегодня нужно будет довести дело до конца, то есть полностью захватить Средиземное море и добить то, что осталось от Арабской империи. Я не собираюсь до конца захватывать Британию или, например, воевать за земли Карпатии, если мои васалы захотят это сделать, то пусть, а я хочу пожить наконец-то в мире после почти 150 лет нескончаемых войн. А после этого, скорее всего, когда Константин VII умрет, я запишу небольшой таймлапс, чтобы вы могли посмотреть, сможет ли выжить Римская империя без моего управления. Можете делать ставки в комментариях, давайте начинать. Нашему правителю на данный момент 50 лет здоровья неплохое, и я думаю, что к концу своей жизни он успеет все территории вернуть, которые нам нужны. На данный момент у нас нет проблем с золотом, нет проблем с вассалами, все относятся к Константину очень-очень хорошо за счет его дипломатии и всего остального. В общем, это идеальный правитель для того, чтобы мирно управлять Римской империей, ни с кем не воевать, но повоевать все-таки придется, потому что... Василев Стиверий IV, как бы он ни был шикарен, дело до конца довести не смог. Он умер в 76 лет, мы его, конечно же, не забудем, но мог бы, знаете ли, стараться лучше. Кстати, я могу прямо сейчас открыть новое наследие для нашей династии, честно говоря, вот эта вот ветка морской торговли для нас практически бесполезна. Хотя тут есть очень приятные бонусы, но если бы я правил в какой-нибудь другом регионе, пользы от морской торговли было бы намного больше, но давайте пряности должны поступать. Откроем наследие, получим плюс один управление за уровень репутации и дополнительные налоги с владений. Еще мы сможем строить логово пиратов в Индийском океане, или сможем сотрудничать с пиратами. Открываем. Целых плюс, три управления я получил, замечательно. Я могу вассализировать короля Эйнара Макгрима из Мэна. Давайте вассализируем. У меня в темнице есть огромное количество разных узников, много очень моих вассалов, всех освобождаем. Василевск Константин добрый правитель, так что не важно, за что вы сидите, все свободны. Главное, деньги мне заплатите за выкуп. Кстати, у нас есть сильная фракция сепаратистов, они не смогут победить, ни в коем случае, конечно же, в ней состоит Деспот Эдуар из Латарингии, мой родственник очень дальний, Деспот Реганвальд из Англии и какие-то мелкие еще вассалы. Эдуару надо дать место в Совете. Наверное, сделаю бы управляющим вместо Деспота Видо Третьего из Романии. Винченцо Волк из Италии будет моим канцлером, а Видо пока что посидит без должности в Совете. Еще кого-то вассализировать я могу. Ярла Ульфхельд. Она правит Митом. Забавно то, что она из дома Нормандии, но она не имеет никакого отношения к Норманам, которых я в прошлой серии сюда поселил, в Нормандию. Давайте предложим ей вассалитет. Кстати, уже через 14 лет Валахия станет частью Римской империи, Италия присоединится к нам через 66 лет, Бавария через 55. Можно, конечно, этот процесс ускорить, если канцлеру дать задачу на интеграцию титула, но пусть он все-таки занимается внутренними делами. И давайте посмотрим, что мы можем сделать с швидским халифатом, с идресидами и с Арабской империей. У идресидов мне нужно забрать огромное количество территорий, кстати, так что одной войной мы с ними не разделаемся. У швидского халифата тоже тут герцогства огромные. Ну и у Арабской империи тоже, это я уже знаю. Ладно, будем потихонечку их кусать, потихоньку воевать. К сожалению, традиция от меча пока что не заложилась в нашу культуру. Только через 22 года она будет доступна к этому времени. Но, кстати, возможно, я еще все не завоюю, и она нам пригодится. Кстати, культура римцев уже нормально так распространилась, только не понимаю, почему она на западную часть Византии не продвигается. Вроде бы мы тут все римцы, да? Греков вообще нет. Странно. Ну, в общем, давайте прожмем решение руин. Организуем шествие. Сделаем синергию с прошлым. Можно еще пригласить норвежских поселенцев. Я хочу взять торговцев. И еще нормандских поселенцев. Тут тоже торговцев я возьму. Дают они очень хорошие плюсы. Особенно аналоги с владением не нравятся. Теперь можно потренироваться перед турниром. Надеюсь, я не получу ранения. Доблесть плюс один. Хорошо. И мы можем начинать. Кстати, у моей жены, которая правит Болею Теренеей, идет какое-то восстание. Война против Теренеи. Я никак на это повлиять не могу. Так что пусть она разбирается сама. Давайте объявим первую войну и дрессидам. Заберем их для начала риф. Я думаю, можно сразу и шиитскому халифату войну объявить за Телемсен. В общем, вот так потихоньку пойдем по берегу. И будем все захватывать. Собираем профессионалов наших. Кстати, мне теперь доступна насильная вассализация. Не знаю, смогу ли я и дрессидов, или шиитский халифат вассализировать, или арабскую империю, потому что территории у них большие. Но если такая возможность будет, то очень хорошо. Кстати, еще, наверное, стоит поискать претендентов на все эти титулы. На шиитский халифат претендентов нет. А что насчет Эмирата Заба? Здесь претендентов целая куча. Так мы сможем намного быстрее все завоевать. Я уже вижу некоторых претендентов, которые могут прийти к моему двору. Но у нас уже идет война, так что потом, когда она закончится, закончится перемирие, будем уже думать насчет претендентов. Жаль, мне не пришла эта мысль перед объявлением войны. Одну провинцию оккупировали. Шиитская армия стоит на осаде Константины. А давайте мы к ним отправим священный орден. Рыцари первого патриархата уже наняты. Орден гроба господня тоже. И чтобы их переманить, нужно 1100 благочестия потратить. Многовато. А не на службе увождя Терентия из Новгорода. Ладно, ладно, обороняйся в своей войне. Придется самому тогда со всем разбираться. Интересно, где находятся армии дрессидов. Но у них идет восстание, еще несколько войн. И, наверное, пока мы с ними и встретимся, не сразимся на поле боя. Войну мы не сможем закончить. Хотя сейчас мы захватим Мелилью. И посмотрим, какой будет военный счет. Плюс 26. Да, маловато. Но мы никуда не торопимся. Нужно еще у шиитов провинции оккупировать. Будем продвигаться постепенно. И, может быть, армия дрессидов все-таки появится. А как там дела у моего наследника? Принц Тиверий. Упертый, гневливый обжор. У него очень хорошее военное дело. Мне он не нравится. Что насчет другого сына? Савдан трус. И все, на этом сыновья закончились. Вот мой внук Константин мне нравится. У него хорошая ученость. Он усердный, спокойный, благонравный. Если мой сын Тиверий умрет, то я в целом не расстроюсь. Константин будет моим наследником. Мы, конечно, можем ввести феодальный выбор в Римскую империю. Но, мне кажется, из-за них у нас будет огромное количество проблем при наследовании. Очень много будет претендентов. Хотя так я смогу выбрать нужного наследника. Но нет, пожалуй, нет. Империей должны править прямые потомки Василевса Василия, короля красоты и благородства. Тлимсен оккупирован. Теперь надо пойти армию шиитского халифата разнести. Они тоже тут уже много провинций оккупировали. Ой, что происходит? Астрономы всего мира сообщили о потрясающей беспрецедентной аномалии появлении на небе новой звезды. Звезды, появляющиеся из ниоткуда, явление ненормальное, но практически неслыханное. Необычность новой звезды заключается в том, что она очень яркая, даже больше, чем Венера, которая обычно является самым ярким небесным телом после Солнца и Луны. Более того, обычные люди сообщают, что видят ее и днем. Многие спорят о том, является ли эта необычная звезда просто незначительным странным явлением или событием огромной важности. Независимо от этого, астрономы, наблюдающие за ней, говорят, что она действительно обладает некоторыми странными свойствами и поведением. Например, она то тускнеет, то светлеет, то мерсает почти в произвольном порядке, а то и вовсе исчезает на несколько недель. Остается только гадать, что представляет собой эта новая звезда, почему она такая, какая есть, и как долго она будет оставаться на небе. Давайте проспонсируем астрономов для записи некоторых наблюдений. Мы получим артефакт. Римцы рассказывают о сверхновой звезде 1006. Исторический контекст. СН-1006, как ее называют, в настоящее время была сверхновой звездой на расстоянии около 7200 световых лет, которая появилась в 1066 году и является самым ярким звездным явлением в зарегистрированной истории, о котором мы знаем. СН-1006 засвидетельствована в записях со всего мира, начиная с официальных китайских историй, текста иранского ученого Ибн Сины, летописи аббатства Сен-Галл в Швейцарии и т.д. На основании этих источников ученые почитали, что впервые сверхновая звезда была замечена в апреле 1006 года, возможно она была видна еще несколько лет после этого. Я понял, начинается какой-то Стелларис. Да, астрономов спонсируем. Битва идет у нас. Плюс 89%. Сейчас эти провки освободим и можно будет навязывать требования. О, а вот и адресиды. Хорошо, делаем значит так. Здесь оставляем осадную армию, а профессионалов отправляем сюда. Что там за книгу мне дали, кстати? Римцы рассказывают о сверхновой звезде 1006. Плюс ученость, престиж и опыт за образ жизни ученость. Окей, по сути бесполезно. Но я возьму эту книжку. Навязываем требования шиитскому халифату. Создаем Талемсен. Отнимаем баронство у иноверцев. И передаем эти земли Дуксу Орд Гороуру. Так, высаживаемся. И убиваем армию адресидов. 81%. Надо пригнать сюда осадное орудие. Дукс Ставраки из Рашки дарит мне артефакт. Плат Вероники. Большое спасибо. Что за щедрость такая? Смогу ли я его куда-нибудь поставить при дворе? Вот вопрос. Потому что артефактов великолепных у меня и так целая куча. Ну вот, спас нерукотворный мы уберем. Она в целом дает не такие большие бонусы. Самое полезное здесь это понижение стоимости храмовых владений и зданий. Но я ими не занимаюсь. Так что плат Вероники будет тут стоять. Ученые за уровень набожности, благочестия и налоги с фанатичных вассалов. Армия северян объявляет мне войну за воевание Ланкастера. Да, придурки. Навязываем требования адресидам. В следующей войне будем уже воевать за претензии. От них, кстати, отделился Аль Гуанач. Есть ли у меня претензии на их земли? Наверное, да. Ладно, потом с ними что-нибудь придумаем. Где там северяне и сколько их? 9 тысяч хотят Ланкастер. Окей, даже не придется армию пересобирать. Только ополчение отпущу. Ну, все, погнали защищать Ланкастер. Реф возглавляет орду из разношерстных пиратов, безземельных свободных людей, отчаянных младших отпрысков и всевозможных подонков в попытке извоевать мои владения. Я могу с ними договориться, но нет, мы прогоним захватчиков, как делали это всегда. А вот и захватчики. 8 тысяч ополчения. Просто позор. Идем в атаку. К ним подходит подкрепление. Все мертвы. Абсолютно. Северяне, до свидания. Реф Хвицерок на меня нападал. Его отец был королем Норвегии. Дед тоже. А он неудачник. Кстати, мне не обязательно ждать 18 лета для того, чтобы священную войну за королевство объявить. Константин еще ни разу этого не делал, так что мы можем у Арабской империи спокойно забрать Сирию. Но мне не хватает уровня набожности. Так что идем в паломничество. Оно будет благочестивое. Отправимся в Александрию. Паломничество, как обычно, будет смиренным. Чтобы не тратить много золота, да и благочестие все равно я больше получу. И благотворительностью займемся. Поехали. Интересно, что происходит в Египте. Ой, как много войн. Ирландия тут даже каким-то боком. Египет помогает Англии в войне. Война против Сирании, крестьянское восстание. Знала я, что Египет нам не нужен. Но с помощью претендента забрать все королевство мне хотелось. Пребываем в Александрию. В итоге паломничество получилось достойное. Первый уровень. Немного я заработал благочестие. И на войну этого не хватит. А, мне до воплощения добродетеля осталось всего 50 набожностей. Сейчас быстро наберем. Готово я воплощение добродетели. Объявляем священную войну за Сирию. Столица абасидов наконец-то находится рядом с нами. Первым делом идем сюда. Оставляем осадную армию и идем в бой. Плюс 50%. Еще парочка провинций и будет готово. О, 100%. Брат и друг и мама Мусы, принц Алаи, попадает ко мне в плен. Все, Сирию забираем. Что-то еще Арабской империи мне надо забрать. Нет, имперскими провинциями они не владеют. Получается, мы здесь закончили. О, ядресиды развалились. Замечательно. Сейчас мы тут все, что нам надо, заберем. Но сначала земли Сирии надо раздать. Готово? Но у меня превышен на лимит вассалов. На 5. Королевство создавать не буду, сделаю герцогство. Потому что вассалов-графов у меня очень много. Все, проблема решена, но ненадолго. Меня ждут новые войны и новые вассалы. Приглашаем претендента на Эмират Фес ко двору. Вся провинция Сирия-Палестинская наконец-то вырвана из когтей варваров и возвращена под власть Римской империи. Великий Триумф будет устроен в честь отважных героев, свершивших это деяние. Пусть их имена звучат вечно. Да здравствует империя. Все, претендент прибыл. Требуем принять православие. И объявляем войну. 100%. На Альгуанач мне надо нападать? Надо. У них есть Маракеш и Альгуанач. То есть Канарские острова, они тоже входили в Римскую империю? Ладно, начнем с Маракеша. Идем в атаку, побеждаем. 100%. Потом перемирие закончится, заберем себе Канары. Так, шиитский халифат. На вас я напасть пока что не могу. Но есть ли претендент на Эмират Заба? Доступных претендентов нет, к сожалению. Значит придется за герцогство воевать. Ну все, пока что ждем, когда у нас закончится перемирие со всеми. А, подождите. Я еще могу забрать СУЗ. И здесь еще куча провинций. Ну, СУЗ мы насильственно вассализируем сейчас. Они никуда не смогут от нас деться. Ой, я забыл от Маракеша избавиться. Готово. СУЗ захвачен. Я получил абадистского вассала. Но он ко мне хорошо относится, хоть я его и завоевал. Он считает нашу веру воплощенным злом, терпимость культур низкая. Но, за счет того, что прямо сейчас идет война за его титул, и я его как бы защищаю, он мне благодарен. Так что, принимая православие, кто там тебя обижает? Вот эти ребята, 254 человека. Ща я разберусь. Молодец, что принял православие. Делаем статус КВО. Отлично. Эти земли входят в имперские провинции? Нет. Когда перемирие с Тифалальтом закончится, я сделаю тоже насильственную вассализацию. Кстати, о Легуаначе уже можно объявить войну. И давайте, пока не поздно, я поставлю фокус на медицину. Не хочется умирать раньше времени, как Тиверий. Хотя он жил 76 лет, этого достаточно в целом. Но у меня нет такого здоровья, как у него, я не такой сильный. Мы высаживаемся в Ачинеч. Последний раз на Канарских островах я был, когда играл здесь за пиратов. Так, опять максимум вассалов превышен. Как же я это не люблю. О, можно крайну создать. Все, проблема решена. Ловим вражескую армию. 50%. Столица уже почти захвачена. Все, готово. Новое решение появилось. Ввести сахарный тростник на Мадейру. Что для этого нужно? Инновация урбанизации или позднее средневековье? До этого мы с вами не доживем. Ладно, создам я все-таки королевство. Пусть у нас будет Андалусия. Это меня от двух вассалов сразу избавят. Нападаем на швейцкий халифат за Эмират Заба. Армия уничтожена. Стоим в столице. Навязываем требования. С тех пор, как началась эпоха викингов, прибрежные поселения вокруг Северного моря регулярно подвергались набегам. В Британии был создан Данилак, который служил постоянным плацдармом для скандинавских налетчиков. Кнут Кнютлинг претендует на Англию и Данию из-за близких родственных связей. Удастся ли ему навязать свои претензии? Да, конечно, нет. Пусть приходят. А, ха. Это что такое? Ты откуда тут взялся? Тебе не кажется, что это какая-то наглость? Сейчас мы быстренько восстановим имперскую провинцию. Претендент тоже мне. Да, этот мод на исторические завоевания, честно говоря, я вообще не рекомендую вам. И сборки я его в будущем удалю. Так, идем в атаку. Хорошо, хорошо. Всех мы не убили, но 5000 вырезали из 12. Давайте, пытайтесь отбиваться. Ага, удачи. Ребятки, видимо, не до конца понимают, в каком мире они живут. Связь с реальностью у них явно потеряна. Раз уж они пытаются отбиваться от меня, еще и на Англию претендуют. Вот и все. Побаловались и хватит. Теперь мы наконец-то можем вассализировать Тафилальт. И уже через 9 лет традиция от меча будет заложена. Надеюсь, Василевск Константин доживет. Но здоровье у него уже слабое. Готово. Остался только шрицкий халифат. И вот настал этот момент. В течение года Василевск Константин VII умрет. Я тут немного повоевал, доел то, что надо было и погрыз немного шрицкий халифат. Теперь у нас опять перемирие. Но, видимо, воевать за эти земли будет уже не Константин. Кстати, своего сына Тиверия, наверное, я лишу наследства. Давайте вообще посмотрим, кого хотят мои вассалы видеть на престоле. Тиверия не поддерживает никто. Но многим вассалам нравится мой внук Константин, однако... Если я лишу наследства Тиверия, то и Константин тоже моим наследником стать не сможет. Но, видимо, других вариантов у нас нет. Я не хочу, чтобы он сидел на престоле. Лишаем наследства. Моего сына Пьянчугу. А может быть и не надо, он скоро умрет. У него еще ожирение. Надеюсь, я его переживу. Да-да-да. Впервые я согласен с тем, что тут написано. Василев с Тивери восходит на трон. Тиверия в своей упертости вряд ли станет слушать своих подданных, если уж примет какое-то решение. Да-а-а, тут тоже правда. Упертый, гневливый обжор. Еще и пьяница. 50 лет Тиверию пятому. Здоровье слабое. Есть идея. Сбросим достоинства. Вернем вассалам места в совете. К Тиверию они, кстати, относятся не очень хорошо. Теперь нам нужно начать заедать стресс. Несмотря на то, что у меня и так ожирение. Кстати, я внезаписи успел выковать венец Македонянин. Великолепный. Он дает престиж, налоги дополнительные. Артефакт хороший получился. Что по фракциям? Да в целом все нормально. Но это, наверное, только сейчас. В будущем все может измениться. Да, вот и фракция сепаратистов сильная. Ладно, пока они не подняли мятеж, мне нужно успеть забрать у шрицкого халифата Алжир. Ведь я так хотел пожить в мире. После всех этих войн. Императрица мать Евстафья опасливая тоже умерла. Как хорошо, что у меня такая благочестивая мать. Я унаследовал Балео Теренею. Дарую это королевство своему сыну Константину. Вообще с сепаратистами надо договориться. Деспот Людвиг из Германии. Держи моего сына. Дож Акакий из Туниса. Тебе ничего предлагать не буду. Пока что. Андалусия. У меня есть дочь. У тебя никого нет. У меня есть сын. О, отлично. Регновальд Пухлощоки из Англии. Вот ты можешь мою дочь забрать. Еще у меня сестра есть. Предложи ее деспоту Абдулу Саламу Ибнамбутросу. Из Египта. Фракция должна ослабнуть. Все, отлично. Требования выдвигать они не будут. Но у нас тут еще есть фракция Свободы. С ними тоже надо как-то договориться. Дети у меня уже закончились. Тогда нам нужен ужас. Возвращаемся к кастрациям и ослеплениям. К счастью узников у меня полно. Все, ужас 100. Ну что, ребята испугались? Вроде испугались. Стало их поменьше. Из фракции выходят. Молодцы, молодцы. Правильно делаете. Я захватил ценный артефакт. Альтач Аль Шариф Короны. Но венец Македонянин получше будет. Так что будет сокровищница пылиться эта корона. А мы забираем Алжир. Все, от шиитского халифата осталось только Беджая. Ждем конца перемирия. Ну или смерти Тиверия Пятого. Не знаю, что наступит быстрее. Ожирение у него очень серьезное. Доша Каки из Туниса решил упростить мне жизнь. Он сам объявил войну шиитскому халифату. Почему он не делал этого раньше, непонятно. Но кажется, это последняя война. И все провинции будут собраны наконец-то. А я тем временем решил устроить небольшой турнир. Со скачками, с ближним боем. Но здесь вряд ли что-то интересное произойдет. О! Василевса Тиверия теперь называют пьянчугой. Вполне заслуженно. И Василевс Тиверий Пятый умирает. Он напился до смерти. Все знали его как выдающегося стратега. Он дни напролет изучал поля сражений и тренировал воинов. Две войны у него в жизни было. Одна за Алжир и одна какая-то оборонительная. Реально стратег. К власти приходит Константин Восьмой. Вот это уже хороший правитель. Он мне нравится. Но вассалы к нему все равно относятся плохо. Нежелательный наследник. Да вы че? Ну ладно, нужно их просто вернуть в совет. И все успокоятся. Отправляем патриарху бретонскую лошадь. Отношения улучшились. Лимит вассалов превышен. Да, мне надо избавиться от болеотеренеи. У меня есть брат принца Захария. Вот он пусть и забирает. Весь ужас, который я за Тиверя зарабатывал, сошел на нет. Теперь фракции снова собираются. И нормально кастрировать и истреблять людей я больше не могу из-за спокойствия. Но придется это сделать. Хотя бы немного ужаса надо набрать. Все, шиитского халифата больше нет. Ждем ивент. Великий полководец Велисари отвоевал часть Мавритании у варваров-вандалов в 6 веке. Но в конечном счете она все же пала под неумолимым натиском арабов. Теперь после столетий беспорядка эта земля возвращена, под власть Рима и может вновь процветать. Да здравствует Великая Империя. Ну, это все. Все имперские провинции возвращены. Во всяком случае поводов для объявления войны за возвращение римских провинций у меня нет. Так, подождите. А нет, все нормально. Мне показалось, что нужно еще Шотландию завоевать. Но здесь просто Мерсия от нас отделилась немного. Сейчас вернем. Шотланд слезут туда, куда их не звали. И они совершают самую распространенную ошибку в этом мире. Пытаются прогнать нас с осады. Ой, а у меня жена родила сына по имени Тиверий. И он родился не от меня, а от мэра ареста какого-то. И я это терплю? Я, конечно, спокойный, но не настолько же. Раскрываем секрет. Мэра ареста отлучаем от церкви. Жену кидаем в темницу. И разводимся. Принцесса Сунильда из Романии будет моей новой женой через 2 года. Если она переживет свое ранение. Этот Тиверий с сомнительным происхождением еще и наследником моим стал отвратительно. Я лишаю его наследства, это не мой сын. Все, мы возвращаем Мерсию. Теперь-то у меня точно никаких поводов для объявления войны нет. Традиция от меча принята римской культурой, как вовремя. История славного возрождения Римской империи будет рассказываться в веках. Те, кому не повезло жить в мрачные времена, когда варвары разграбили Рим, или когда арабские завоеватели вырвались из пустыни и мечтать не могли об этом дне. Все старые провинции возвращены, империя раскинулась шире, чем когда-либо за почти тысячу лет. Колокола в церквях по всей Европе звонят, чтобы отпраздновать этот знаменитый день. А люди в Риме и Константинополе плачут от радости. Новая пакс Романа просто обязана выстоять. Ради всего человечества. Иначе мир рухнет в новые темные века невежества, а варвары вновь погасят путеводный свет Рима. Да здравствует империя. Еще 350 престижа. Все, теперь мы точно восстановили. Всю римскую империю. Было бы здорово, если бы вместе с этим ивентом, который только что вылез, я бы получил ускоренную интеграцию титулов. Потому что до включения в состав Италии нам нужно ждать 43 года, Сирию 84 года, ждать Египет 68. Короче, долго, долго. Как минимум 100 лет нужно, чтобы все королевства, с которыми наша империя сейчас граничит, вошли в состав. А потом еще лет 200, чтобы все остальное к нам присоединилось. И я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем заканчивать наше прохождение за Римскую империю. Сейчас вы посмотрите таймлапс, я пойду, наверное, покушаю. Можете тоже покушать, пока смотрите. Если вы еще не доели все, что ели, когда начали смотреть. В общем, я с вами пока не прощаюсь, надо будет еще итоги подвести. Но сначала подведем итоги того, что у нас есть сейчас. Василевск Константин VIII. В целом, хороший правитель, спокойный, благонравный, усердный, будет работать над тем, чтобы наша империя процветала без войн, вассалы к нему относятся хорошо, золото есть, доход есть, дети есть. Пусть и наследник у него не багряно родный, но все равно, хотя бы такой. За это прохождение мы захватили огромное количество территорий, даже те, которые нам не нужны были. Например, почти вся Германия нам вроде как не нужна была, но за эти земли мне даже воевать не приходилось. Просто все с радостью принимали мое предложение вассализации. До Шакаки из Туниса, ну и вообще, все, кто правил Тунисом до него, тоже очень хорошо постарались. Наша Римская империя теперь почти до Центральной Африки дошла. Я даже думаю, можно его наградить королевством, пусть и забирает себе Африку. Кстати, давайте посмотрим на наш Константинополь. Развитие 78, это очень много для 1025 года. Тут есть много разных построек, Помпеева колонна великолепная, город максимально украшен, и люди, живущие в нем, счастливы. Остальные провинции рядом с Константинополем тоже живут неплохо. За это прохождение мы с вами прожали огромное количество интересных решений из модов, и не только из модов. Еще некоторое количество интересных решений тут осталось, но посмотрим на них как-нибудь потом, когда-нибудь в другой раз. В династии Македонянина на данный момент 38 живых членов, 8 домов. Величие династии прославленное. После искоренения Великого Раскола практически вся Европа приняла православие. Немного католиков тут еще осталось, есть еще коптские христиане. Но православие на данный момент это самая сильная и самая главная религия, ну во всем мире можно сказать. Все остальные ребята между собой там ссорятся, постоянно ругаются, грызутся, а мы, нет, мы дружны. По культурам. Думаю тут смотреть не на что, у нас есть римцы, ситуация тут не изменилась. Можем еще издалека на карту развития посмотреть, вот так это все выглядит. Ну я думаю все, пришло время для таймлапса. Пожалуйста, Константин, не просри империю. Можем еще издалека на карту. Можем еще издалека на карту. Константин, не просри империю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Достойного из Италии и внучка последнего августа Римской империи. Давайте посмотрим на историю этого титула. А смотреть тут собственно и не на что. Мне интересно у кого сейчас находится главная армия нашей империи. То есть все катафрактарии, которые у нас были, точно они у Василевса Василия и не у Италии. А куда они делись? Кто их получил? Кому вообще принадлежит Константинополь? Графну Нью Пелаес. Какой-то астурлионец из Испании. Посмотрим на историю титула. Да, македонянины потеряли этот титул. Дугс Баймут последний, кто Константинополем правил. И потом какая-то герцогиня Камила просто подрила графу Нью Византии. Самый великий город во всем мире. Какое тут развитие? Сто. Сто развития. И он принадлежит какому-то графу Нью. Вы серьезны? Поэтому я не люблю таймлапсы. Постойно разочаровываешься во всем, что происходит. И все, все твои труды пускают коту под хвост. Да, главная проблема, как мне кажется, была в том, что у нас появились сельджуки. Скорее всего это произошло из-за мода на исторические вторжения. И это одна из причин, по которой я хочу этот мод убрать из сборки. Потому что появляются в мире просто из ниоткуда, из-за воздуха сильные правители с огромной армией. Они очень сильно мешают. И этот мод, мне кажется, очень дисбалансный в этом плане. Да, сельджуки сначала здесь какие-то земли захватили. Потом они пошли дальше. Захватили Сирию, Месопотамию. Ну и в итоге развалились. После того, как Персидская империя развалилась, у нас тут появился Арум. И огромное количество других мелких герцогств. Интересно посмотреть на религии, что здесь происходит. Матуридизм. Ага. Православие, кстати, очень далеко зашло. Католиков уже почти не осталось. Они живут только в Эстляндии, в Литве, в Бьярмии. Но даже кочевники начали принимать православие. И если еще лет 50 помотать, мне кажется, все язычники примут православие. У нас их на карте вообще почти не осталось. В общем, главные земли, которые были у Римской империи, можно сказать, остались у Италии. Но самое главное то, что у них Константинополь остался. Однако столица должна быть в нем, а не где она сейчас вообще находится. Да, в Риме она находится, здесь уже какая-то осада идет. И в целом империя Италия неплохо себя чувствует. И доход хороший есть, и все остальное. А знаете, сколько золота получает Василиса Ипатия с самого великого города в мире? Сейчас посмотрим. Граф Нунью, вассал Дукса Аврелия из Палестины. И он ей платит 1,6 золота в месяц. При этом у самого Дукса Аврелия доход плюс 23. То есть только за счет того, что у него вассал в Византии. А хотя здесь доход плюс 4,4. Тоже не особо много. Но у Дукса Аврелия есть столица в Иерусалиме. 10 золотых он получает. Вот у графа Нунью все вообще четко. Непонятно кто, непонятно откуда. Правит самым великим городом. Давайте посмотрим на карту развития. О, очень хорошо. В Брисе 99 развития. В Халкидоне 95. Ну это прям очень сочные провинции. Вот здесь развитие распространяется как надо. В Риме развитие 67, кстати. Давайте посмотрим на карту культур. Ой, кошмар. Римцы все еще живы. Но в Риме новая культура у нас появилась. Тивольская. Культурного идеолога у этой культуры нет. Непонятно откуда она появилась. Судя по всему отделилась просто от римской. Да, в 1080 году. У самих римцев прямо сейчас закладывается новая традиция. Специалисты по построению. А что с доходами у Василия интересно? Плюс 63 золота в месяц. Очень хорошо. Это при том, что он еще транжиро. С вассалов он получает плюс 134. С церковных владений 45. Италия, я так понимаю, отделилась от Священной Римской империи во время войны за независимость. Других вариантов я не вижу, как это могло произойти. А может быть просто был создан титул, и потом претендентом завоевали его. Италия самосоздана, унаследована. То есть не по требованию фракции она отделилась. Да, еще тут появились сильные Альмаровиды. Не знаю, наверное, тоже они через ивент появились. Из исторических вторжений. Ну да, вот Малик Альмульк и Яхья Ибн Умар. Появился здесь и сразу же смог все эти земли он спокойно завоевать. Если бы не было этого мода на исторические вторжения, то все было бы четко. По крайней мере, не появилась бы сильная Персидская империя, Альмаровиды эти. Но в итоге имеем, что имеем. Давайте посмотрим на дейюре границы Священной Римской империи. Что ой-ой-ой. Огромная Кастилья у нас тут есть. Ей правит новая династия, какая-то Кастилья Альшарк есть. Македонянин серый это. Наши ребята. Вселенский Патриархат. Правит Сербией, но при этом у него под контролем вся Венгрия и почти вся Валахия. Это вообще что за безумие? Зачем ему так много земель? Кто это и все ему дал? Вселенский Патриарх Альбу Бородатый и Сербию создал. Но вот все остальные титулы как там оказались, мне даже страшно представить. Великую Моравию, кстати, подчинили в итоге. Богемию, по-моему, она не входила в состав, когда я играл. Здесь какого-то фига Йемен забыл. Йемен, кстати, верит в копское христианство. Сюда православие так и не дошло. Тунис у нас все еще жив, все еще республика. Но здесь тоже Вселенский Патриархат какого-то фига. Королевство Африка, которое я создавал, больше нет. Видимо, тоже из фракции оно было уничтожено. Только Рум здесь появился, а так никаких изменений особо я не вижу. Границы не сдвинулись. Династия Македонянина нормально живет до сих пор. Хоть и Римскую империю они потеряли, но они легендарные ребята. В доме Македонянина живых членов 12 всего, а домов в династии 19. Их огромное количество, некоторые вообще никакими землями не правят. Но Македонянины все еще живы. Это радует. По военной мощи самый сильный дом Хамсид. Им правит одеспот Таймур из Сицилии. А кто вообще претендует на Священно-Римскую империю? Македонянин и Сокотра. Глава их дома принцесса Романа, но она никакими землями не владеет. Ну, в общем-то, я даже не знаю, что тут еще комментировать. Все плохо, но не прям совсем. Сама по себе Римская империя, можно сказать, не развалилась. Да, какие-то земли отделились, что-то там завоевали, какие-то захватчики. Но Священная Римская империя, которая пришла ей на замену, тоже огромная. Сама по себе и границы здоровые. В общем, на этом я буду с вами окончательно прощаться. Надеюсь, этот ролик и это прохождение вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. Подписывайтесь на телеграм-канал, приходите на стримы. Всем спасибо и всем пока.